Приветствую! Месяц назад стало известно, что актёр Фёдор Добронравов решил покинуть театр сатиры, в котором прослужил более 15 лет. Как оказалось, актёра Добронравова не устроили нынешние условия работы, хотя ему предлагали довольно высокую зарплату. Руководство настаивало на том, чтобы Фёдор Викторович не растрачивал себя на другие проекты вне театра. Но 58-летний артист, который, как известно, сегодня очень востребован и на телевидении, и в кино, посчитал это невозможным. Фёдор приносил своё расписание, чтобы в театре знали, когда он может играть и когда у него сторонняя занятость, и под него подстраивались. Когда Фёдору было плохо с сердцем, и он серьёзно заболел, директор театра Мамед Гусейнович предложил ему миллион рублей в месяц, лишь бы Фёдор не мотался по городам и весям. Но нет, Добронравов отказался и решил работать, как раньше. Тогда ему предложили написать заявление, что зарплату он будет получать только за те дни, которые отрабатывает в театре. И понятно, что оклад стал меньше. Фёдор на это обиделся и решил уйти. Поделилась такой информацией заведующая труппой Бронислава Чунихина. Она отметила, что руководство культурного учреждения не обижает сотрудников зарплатами. Миллион вместе с надбавками и премиями, которыми распоряжается директор. Его право кому какую премию давать. У нас в театре вообще очень хорошие зарплаты. Народные артисты получают по 400 тысяч рублей, отметила Бронислава. К слову, столь неплохие суммы зарабатывают не только маститые актёры, но и те, кто только начал свой путь. Молодые артисты хорошо зарабатывают и все довольны. У нас же огромный зал на 1200 мест. Хорошая прибыль от продажи билетов, которая даёт возможность жить по-человечески. Сейчас, конечно, ситуация иная, поскольку театр не работает. В спектакли не играем. Подчеркнула Бронислава Чунихина. Субтитры создавал DimaTorzok